добрый день зрители канала на ю тубе сегодня владимир алексеевич представить нам тему влияния тату и наколок на судьбу человека а также объявит старт набора в августе нового потока в школу жильцов владимир алексеевич добрый вечер сегодня я хочу рассказать о татуировках наколках которые в общем-то но сегодня они достаточно широко используются но поскольку знаний вот именно старых знаний об этом явлении уже нету вот но не сохранились вот удрали православных людей они тоже пользуются и татуировками и наколками ну сейчас наколки считается это непрофессиональное нанесение а татуировки тату в этом мастерской мастера наносят но это не совсем так хотя раньше мастера они именно носили наколки и наколки они были связаны как раз вот с прошлой жизнью ну что кола вообще на старорусском языке означает жизнь на том и на этом свете поэтому если мы хотим чтобы значит у нас преемственность сохранялась имеется ввиду чтобы сознание прошлой жизни соединилась с нашим сознанием а вот что деле просто я была только на этой направлена должна быть правильная наколочка сделана но татуировка это в принципе новое уже слово то то это вот а третий а третян идет тату вот но у нас вот в русском языке используя слово наколка было еще одно название партак партак откуда слова портачить но это сейчас считается что это наколка которая испорчен но тоже не так партак вообще обозначал изображение на теле который сама появилась вот у нас сидела но раньше вообще садили именно истинно верующих для православных людей те которые отдают дань богам те которые славы там возносят богам и у них из-за того что они намаливали тот образ или спасу там допустим или богу и у них символы или бога проявлялись на теле или изображение спасу такие вот явления они назывались партак ну а сейчас вот партак это связано с тем что вроде как неправильно испорченная наколка получилось вот но нас сейчас до сих пор принципе вот если иконы нам молливают да много народу и вот истинное моление идет то есть людей ну как бы лучшие свои эмоции ощущения передают иконе вот то есть если икона под стеклом то на стекле это изображение тоже появляется это обычное физическое явление это никакая там не мистика никогда не магия ну можно сказать что магия но она связана с естественными явлениями естественно вот поэтому вот допустим храмы могут появиться на теле человека ну и собственно гривот сегодня допустим бары в законе ну не только вот выкалывать все допустим тут те же храмы идет купола но они обычно обозначают количество хода но то что у нас вот там выкалывают обычно вот восьмиконечные звезды там на плечах на коленях но и говорят что вот это значит там не стало на колени и отрицаю все но это тоже тоже это был пар так потому что восьмиконечная звезда это звезда богородицы вот а богородица нас она покрытница россии но и всех русских людей естественно что если ей отдают славы и молятся она может проявиться на теле виде своего символа восьмиконечные звезды ну а то сейчас вот пошло у нас потому что тюрьмы то ведь они создавались но они в разное время по-разному назывались и тюрьмы они создавались именно когда шла борьба с определенной возможности или способностью людей ну например когда боролись с казани с казаками вот казани это вот как раз передача образов то есть то что мы сейчас телепатию называем телепатия это в общем-то теле ты передача патия болезнь то есть казани боролись объявив это болезнью болезнь потому что у человека получалось нет личной жизни она вся на виду его всегда можно просмотреть потому что все были телепаты ну естественно началась борьба с этим и вот казематы когда возникли не тюрьма а казематы а тюрьмы ну это когда он боролись с тюрками тюрков тоже было много всяких возможностей вот темницы тоже название тюрем на одно из названиях много названий мы всех сейчас не будем это не наша тема вот темницы это название когда в общем-то людей помещали специально в темное помещение чтобы они не проявлялись божественные свойства потому что свет это как раз источник всех возможностей человека и способностей его поэтому в общем-то там были темницы а возможности у нас было много потому что люди которые работают с богами которые отдают им дань которые их славят хвалят они в общем-то устанавливается контакт они получают божественные свойства дары божественные в виде каких-то способностей всего лишь на все это может произойти очень быстро сейчас ну сейчас красивые конечно наколки красивый тату делают разных там животных вот если даже посмотреть на современных там баре там гри-гри это американские индейцы да у них эти наколки как правило обозначают каких-то татемных животных татемных животных это которые покровительствуют данному племени или данному роду и вот этот гри-гри ну и колдун или шаман по-нашему он должен уметь превращаться в это животное и если не может превратиться сейчас он должен воплотиться в это животное когда умрет а потом когда это животное умрет он обратно должен воплотиться в человека ну и сейчас если мы там рисуем драконов там каких-то тигров или еще кого-то красивые конечно наколки но мы принципе привлекаем себе воплощение будущее в это животное конечно зависит еще от того на какое место наносится это тоже большую роль играет но как правило это же старается большую площадь занять чтоб яркая блаткая наколка поэтому в общем то человек обречен на животное воплощение получается конечно вот когда рисует дарконов там какого-нибудь чудовище у нас тоже это все применялось до или православия это она население апотропеи апотропеи это изображение какого-то ужасного чудовища который отпугивает от человека различные неприятные события но дело вот чем у нас вот сейчас наколки делают значит ну чтоб она была постоянной у нас использовались рисунки то есть эта краска которая не смывается много дней и в общем то она в общем то выполняет этот рисунок выполняет свою роль но и в действительности мы можем изменить свою судьбу можем изменить судьбу рисуя различные символы но надо сказать что вообще переход к символьному письму и вообще к символам он в общем то ну размыл смыслы потому что вот телепатия да ну или казания она очень конкретно то что если мы допустим представили стол но это стол на котором садит и обедает наша семья например водка мы там встречаем гостей это конкретный там круглый овальный треугольный квадратный ну тот стол который мы имеем ввиду и мы его конкретно представляем мы его передаем а когда мы сказали просто слово стол каждый волен думать что ему угодно что ему представляется он может его представлять там какими-нибудь или треугольным или еще каким-то ну совсем не тем который вы можете иметь ввиду говоря слово стол и так любое название предмета вы конкретно его представляете именно представляете и передаете а вот люди они по разному могут воспринимать поэтому символьное письмо и вообще символы них не однозначность а многозначность и для того чтобы у нас в общем то была какая-то однозначность было изобретено телепатитическое письмо ну рисуночное понятно она как бы на долгие века а вот было узелковое письмо ну говорят что это я столько у индейцев ну это не так у нас она тоже использовалась и используется я имею ввиду дрели православия она заключается в том что длинную нитку вы завязываете вы думаете какую-то мысль не завязываете у нас дело в том что два лобных бугра это места излучения излучение как раз наших мыслей а две вот эти вот впадины на висках это место входа мысли других людей вот и поэтому когда мы делаем узелковое письмо мы что-то думаем мы узел завязываем около бугра правого или левого но обычно левого а когда мы хотим прочитать мы трогаем этот узелок в ранене как раз височной впадины можем любой предмет прикладывать сюда и смотреть что у нас какие образы возникают но это как раз тренировка телепатии если вот допустим ну вот вы попадаете в общество телепатов да они хотят вас поднатаскать да вот так вы можете тренироваться но вот когда вы пишете вернее записываете мысли представление завязывать эти узелки нельзя их вязать близко друг к другу потому что они будут мешать надо чтобы вот впадина да ну хотя бы на величину впадина второй узел шел тогда вы сможете читать вот и и много символов последовательных символов могут определить нашу судьбу если вы накололи ну один только рисунок того же тигра ну вы только просто себя запрограммировали на перевоплощение в тигра ну и все а если вы захотели изменить судьбу ну что-то вам не везет по жизни обычно ну вот у нас же часто возникает люди даже не понимают они вот пожелали человеку неприятности какой-то да и она у него будет происходить он может просто сказать а может даже просто подумать она будет происходить человека запрограммировали им надо снять эту программу а как снимать программу если вы не знаете даже чем он просто думаю но отбили там о своей сопернице мужчину да естественно соперницы так просто это не оставит она все равно про вас что-то будет думать нехорошее это нехорошее будет на вас воздействовать ну вот надо снять а снять можно чем-то противоположным то есть вы будете с одной стороны можно конечно пожелать человеку все же кто послал тот и получил да то есть как бы отвратить от себя перевести стрелки а можно сделать другую программу ну например программа которая связана ну как привлечь к себе внимание например там найти мужчину или там найти себе спутницу жизни ну как правило допустим спутницу если надо найти ну правда для неправославных этой проблемы нет потому что там в общем то если девушка или юноша рожденные там где-то в одном поколении и они были в прошлой жизни мужем и женой они сейчас вот воплотились они уже и снова будут мужем и женой в этой жизни но сейчас понятно это не соблюдается это только именно в деле православия соблюдалось и соблюдается ну а сейчас из-за того что у нас ну и девушка и юноша не всегда в одном и том же роду племени рождаются да но они если встретились да вот возникает любовь с первого взгляда это как раз любовь которая имела место быть в прошлой жизни между ними и они были вместе в прошлой жизни и в этой они встретились и вот эта искра которая между ними проскакивает она их снова объединяет и сколько таких случаев когда женщина оставляет детей со старым мужем да и переуходит к этому вот мужчине который в прошлой жизни у нее был мужем это все из-за того что у нас нарушено в общем-то жречество потому что у нас раньше были оклички раньше точно соблюдался пол то есть если вы в прошлой жизни были мужчины значит вы в этой в этой жизни тоже должны быть мужчины если вы в прошлой жизни были женщины значит вы и в этой жизни тоже будете женщины И как вот, чтобы была именно женщина родилась, то есть девочка, чтобы родилась Когда, значит, можно делать обряд вызывания души с того света, чтобы мальчик родился Это все знали же и цели Но это и в книгах написано, в книге мужчины и женщины Как родить девочку, как родить мальчика, там описано Ну было, это издание 1905-го, хотя она раньше написана, но я читал 1905-го года Мужчина и женщина, она сейчас снова переиздана, но я, правда, не читал А обычно, когда я что-то свою какую-то делаю, она уже ходит в книге без этих подробностей Ну можно посмотреть, я думаю, что это не проблема найти Когда девочка, когда мальчик рождается Так вот, если вам надо найти, допустим, партнера или там партнершу по жизни У нас, наш организм, да, ну вы знаете, слышали зоны захаренагеда Если вы такое рисуете, то у вас и будут потом события, связанные как раз с новыми знакомствами Мне это я, к примеру, рассказываю А вообще, у нас все органы, кроме зон захаренагеда, имеют еще и прямую проекцию Вот есть такое явление, демокцай Ну они вот у северных тоже, народов Америки, применяется, это отсроченная гибель Оказывается, можно по тому же, ну знаешь, если участок какой нужно ударить Небольшой удар Органы поссорятся между собой А ссора органов приводит к сбоям в работе организма И организм может даже умереть Если вы точно ударите То смерть неминуема Вот это явление у американских колдунов получило название демокцай Потом Если вы рисуете какие-то события, которые вы хотите иметь в своей жизни Вы рисуете на несколько дней Но при чем? У нас у каждого бога есть свой символ Своё изображение Оно было символьное Потому что у нас, ну я имею в виду, древе православия Не рисовали богов антропоморфного типа Да и сейчас мусульманцы тоже не рисуют То только у нас вот в христианстве Используют рисунки там спасов, святых Из их изображения Но святых ещё ладно А вот бога рисовать нельзя Потому что Когда вот славят бога Хвалят бога У нас появляется его явление Вот, а явление может быть любым Там ласточка пролетела Ну у нас, например Когда такие вот вещи происходят Река должна быть пойти в обратную сторону Такие вещи наблюдаются И не один раз Да и у нас Река Тигр Она каждый день Два часа дня Меняется и русло Но это остатки вот этих намоленных вещей Она вот продолжает так вот себя вести Понятно, что современная наука Но на обычные не впадают Не занимается Религиозными бреднями Как они там говорят Ну они не могут объяснить Это явление А вот это проявление бога А проявлений будет много А если вы изобразите бога Антропоморфный Ну все Вы убрали у него все возможности Превращаться в кого угодно И во что угодно Может быть ветерком Может быть тучкой Разные могут быть явления Но бог всегда Обозначит Своё присутствие Когда его славят Почему те люди Которые работают с богами Да У них все их желания сбываются Хотя они не просят про них Для этого славя не было попрошаек Они просто славили А боги знали их заботы И заботились о своей пасты И они материализуют вещи В таких случаях Ну я знаю сколько угодно Они могут не только материализовать вещи Производить события Которые человеку нужны были Но положительные события Естественно Ну и другие вещи Которые мы только Промадиально думаем А там много Таких Идеальных вещей Проявляется Именно через богов Именно Вот это вот Славление Оно приводит к тому Что у человека Эти божественные проявления Начинают Постоянно идти по жизни Владимир Алексеевич Скажите А получается Что Если человек Действительно Серьезно занимается Древнеправославной Как это назвать Наверное не верой Ну Наукой можно так сказать И славит богов Что действительно Жизнь разворачивается Лицом И сбываются все желания И жизнь налаживается Да Когда человек Работая с богами Видите Боги Вообще Они могут быть условными Ну то есть Созданными человеком Есть боги естественные Ну вот Нальи боги Там Стребог Бог ветров Да Павла Богиня Воды Дальше значит Перун Там Бог огня Ну или Ярила Тоже бог огня Перун Он бог богов Вообще Но он огненную стихию Име Потому что каждый бог Име Стихию И он В принципе Деву славит Тем более Если ты знаешь Время Когда нам Деву славить Да Никогда Захотел И славишь Да Может Пустое быть А вот Именно Правильное Время Надо знать Тогда В общем-то Боги Начинают Проявлять Себя Через вас Ну я могу Прести Такой Простой Пример Ну Девочка Она Просто В традиции Где там 18 лет Ну и на нее Напала Толпа Подростков Там Понятно С какими Целями Но Эта девочка Она Никакими Кунгфу Ушу Картей Ничем Не занималась Но Она была В традиции И она Всю эту Толпу Раскидала Одна Никого Не просила Откуда Все Они Это А вот Это Как раз Связь Богами Ну и Таких Примеров Много Так Что Боги Они Помогают Всегда Тем Кто Их Славит Они Сторится Отдают Свои Возможности Ну вот Я еще Хотел Задить Такой Вопрос Как Использование Сережек Использование Камней Вот У Богофи Есть У каждого Бога Есть Свой Камень Это Атрибун Бога Камень Они Кстати Камни Они Прописаны В Равском Списке В Еврейском Индийском Египетском И У Славян Тоже Есть Список Это Список Святослава Они Практически Все Одни Те же Все Вот Эти Списки Камни Реально Принадлежат Данным Богам Которые Действуют В это Время У Которых Возник Покров То Есть Покровительство Этого Периода И Понятно Что Если Мы Все Правильно Делаем У Нас Контакт С Богом Очень Прочный У Нас Зачем Кудесник От Жреца Отмечается Кудесник Он Все Ремя С Богами Работает Поэтому У Него Возможности Конечно Больше Чем У Простого Жреца Просто Мужицу Который Живет В Обществе В Общем То Занимается Всеми Теми Делами Которые Занимаются В Обществе Он Работает У Него Там Семья У Него Дети Учеба Работа Все Прочее Он Обычный Человек Но Он Вот Периодически Когда у него Есть время Он Может Прославить Но Правильно В Правильное Время И В В общем То У Него Получается Тоже Подобное Явление Но Не Так Ярко Не Так Сильно Как У Кудесников Кудесник И Чудесник Это Практически Одно Тоже Но Чудесник Дела За счет Своих Сил А Кудесник За счет Своей Связи С Богами Потому Что Это Не Обязательно Быть Губернатором Достаточно Знать Его Достаточно Близко Быть Дружеских Отношений И У Тебя Возможности Губернатора Появляются То же Вот Я Знаете По Символам Хотел Еще Сказать Что Много Символов У Нас Например Связанных Со Смертью Вот Есть Символы Которые Монентальную Смерть Вызывают А Есть Символы Которые Слабо Действуют Но Тоже Смертельно Опасны И Сейчас Какое То Время Тоже Приводят К Натальному Исходу Ну то есть К Смерти Например Квадрат Стоящий На Угле Это Символ Главной Дороги Применяемой Сегодня Повсеместно Во всем Мире А Это Символ Смерти Отстроченной Смерти Или Знак Уступить Дорогу Который Тоже Стоит На Угле Это Символ Как раз Не Божественная Судьба Которая Тоже Срабатывает Постоянно Срабатывает То Сидеть За Рулем Ну У нас Профессии Таксисты Ну Те Которые Там Вынуждены Ездить На Машинах Ну Даже Не На Машинах Символ Срабатывает Независимо От Смотрите Он На Него Не Смотрите Он Действует Всегда У Него Поле Такое А От Поля Вы Никуда Не Спрячетесь Понятно Что Есть Кукловоды Которые Знают Это И Подсказывают Людям Какие Надо Выбирать Символы Ну А У Нас Поскольку Значит Уже Этих Ни Дисциплин Ни Предметов А Символов Нет Вот И Понятно Что Нам Можно Любую Лапшу Повесить На уши Чтобы Значит Заставить Делать Не То Что Надо Бы Еще Значит Хотелось Обратить Внимание На То Что Ношение Сережек Сережки Насили Не Только Женщины Дали Православие Но Насили Мужчины Тоже Ну И Сейчас Вот Матросов Набираем Линя У моряков Матрос Это Речина Это Вот У моряков Которые Прошли Экватор Или Кругосветку Сделали Они Одевают Серегу Если Два Раза Прошли Две Сереги Ну Тоже Прокал Где Пополам А Мочка Уха Она В принципе Отвечает За Мозг У нас И Вот Если Посмотреть На Зародыш Человека Да На Ребенка Утрове Матери Он Как Раз Напоминает Ухо И Вот Мочка Надо Точно Знать Какая Точка В мозгу Отвечает За Какие Функции Потому Что У нас Здесь И двигательные Функции У нас Там И пищевая Ну Все Все Что У нас В организме Есть Все В мочке Вот Вы Прокололи Неправильно Да Ну Чего Голова Начала Болеть Вот То же Самое Вы Нанесли Татуировку Неправильно У вас Тоже Там Начались Какие-то Проблемы Со здоровьем Потому Что Эти Символы Работают Но Тоже Вот Сережку Если Вы Носите Надо Носить Камень Тот Который Сейчас Соответствует К 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 Потом Если Вы Не Ту Точку Прокололи Да У нас Там И Зрительные Центры Слуховые Центры У вас Там Начнет Ушаться Слух Или Вы Потеряете Обаяние У нас Таких Случа Ведь тоже Очень Много У нас Даже Потеря Обоняни Раньше Давали Пенсию В годы Сельской Власти Сейчас Не Дают Вот Или Вкос Переставите Различать Все Неправильно Проколотые Уши Или Неправильно Нанесенная Наколка А Символов Ведь очень Много И Они Многозначны Так Каждое Значение Оно Работает В этом Как раз Наша Беда И Причем Эти символы Они Одинаково Действуют Как на Весь Орган Так И на Органы Хотя Может Вы Вообще Связаны Глазами Ходите А Будет Символ Тут Работать Будет На Поле Символа У нас Полей Только Ведь Сколько Там Магнитно Электрическое Электромагнитное Три Поля И Все Больше У нас Нет А в Действительности Полей В Природе Бесконечное Множество Именно Видов Полей Они Могут Иметь Электрическую Там Магнитную Природу Но По Форме Они Могут Разные Но Ведь Эти Формы Вообще Не Воспринимаем На Име Со Времен На На Приборов Таких Не И Чтобы Разрешить Какая Форма Действует Сейчас Вот Ну Самый Лучший Конечно Анализатор Лучший Прибор Это Сам Человек Который Может Сразу Сказать Что Это За Символ На Что Он Действует У 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 Голь Пропала Сейчас Голь Это Голодранец Голь Голь Это Обозначение Чувства Когда Человек Знал Какую Позу Ему Лучше Принять В данный Момент При данной Ситуации Которая Наиболее Комфортна Для Человека Или Которая Что-то Может Изменить В Этой Ситуации Того Нет Ну Там Других Вот Например Потребность Движения Да Ребенок Же Постоянно Двигаться Ему Надо Туда Сюда У Нас Нет Этого Чувства Но Пропала Это Как раз Идет Вырождение Наше И оно Как раз Связано И с тем Что Мы Не Чувствуем Символы Не Чувствуем Ситуацию Не Чувствуем Поля Ничего Не Чувствуем Вот Только Видим Слышим То Что Нам Полож Разрешено Остального Ничего Нет Но Это Все Внешнее А Внутренних Чувств Нет У нас Из-за того Что мы Поменяли Питание Иннервация Органов Исчезло Мы Не Чувствуем Боли Они Уже Почти Разложились А Они Не Болят Нет Нервов Нет Иннервации Поэтому Символы Очень Важная Вещь В нашей Жизни Если Все Правильно Делать Мы Можем Восстановить И Способности И Возможности И Управлять Судьбой Так Как Мы Хотим Чтоб У нас Было А не Так Как Нам В общем-то Навязано Обществом Нам Ведь Предписана Божественная Судьба А Мы Живем Так Как В общем-то Нам Внушили Как Мы Должны Жить Владимир Алексеевич А вот Насчет Управления Судьбой Правильно ли я Понимаю Что Вот Имена Которые Сейчас Дают Они Судьбу Портят А Надо Бы Использовать Другие Имена Которые Подривали Православию Положенные Которые Рассчитывались Согласно Дате Рождения Да У нас Каждое Рождение Это Язык же Бога Бог С нами Говорит Числами Ну а Миром Продат Числа Их Отношения Древняя Фраза Которые Которые Свидетельцы О том Что Если Вы Называетесь Не так Не по Богам Да А По каким-то Святым Ну Святцы Есть По которым Определяют Имя Ну там Обычное Имя Мученика Как Назовешь Кравль Так Он И поплывет Тоже Известная Пословица Русская Поэтому Если Вы Назвали Себя Имя Мученика Ну Значит Повторите Его судьбу Мученическую Поэтому Надо Точно Знать Когда Как Называться У нас ведь Много было имен Фамилии Вообще Не было Фамилии Это Вот 11 век Придумали Хотя Она Вот Сейчас В истории Там Далеко Далеко Там Много Тысяч Лет Назад И Фамилия С чего Бы Это Фамилия Хотя Это Известный Факт Что Встали Фамилии Ну Говорили Что В общем-то Только у дворян Фамилии А у христиан Не было Ну Тоже Свист У дворян Тоже Не было Фамилии Первоначально Потом Тоже Вели Да И церкви Сейчас Та же Христианская Церковь Фамилии Не спрашивают Спрашивают Имя Потому Что По именам А не По фамилиям У нас Потому Что Было Обереже Это Женское Отчество Так Сказать Да По женщине Ну То У нас Сейчас Только Отчество Да Мы Используем А мать То Че Она Что Ни Причем Что Ли Она Основную Функцию Выполнила Родила Вас А мы Ее Никак Не Обозначали Себе А Вот Надо Обязательно И мать И отец И родовое Имя Родовое Имя Тоже Было Вот И Многим Души Вечное Имя Духовное Имя У нас Было Семь Имен Это Стабильно Это Даже У Новых Душ А Если У вас Старая Душа Ну Так Вы Должны Вспомнить Как Вас Звали В Прошлой Жизни А Можно Тогда Чуть Больше Углубиться В То Какие Должны Быть Ну Хотя Базовые Навыки И Функции У Жреца Ну В Современном Мире Вот То Чему Обучаются Люди В Жреческой Школе Что Должен Иметь Жрец Хотя Б Базов Дело В То Что Жизни Предполагает Не Только Владение Искусством Давать Имена Хотя Это Одно Из Важных Конечно Знаний Жреца Но И Проводить Трисну Тоже Самую Кварс Ну Провожать Человек Сейчас Как Б У Нас Никто Не Провожает Человек Когда Сейчас Перевоплощение Треть Отменили Как Раз В Конце Восемнадцатого Века Была Книжка Предпитрия Третьим Это Произошло Вот Она Отменила Полностью Перевоплощение То Есть Владимир Ввел Перевоплощение У нас Было Бессмерти Потому Что У нас Сохранилось Понятие Человек То Есть Тело Которое Живет Век И Человечие Сосуществовали То Есть Те Которые Живут Вечно То Есть Были Бессмертные И были Ну В пределах Века Жили А Дело В том Что Вот Не Всем Людям Разрешено Жить Вечно Хотя Вы Можете Знать Как Можно Жить Вечно Да А Вам Не Будет Разрешения Потому Что Есть Хозяин Есть Хозяин Земли Есть Хозяин Солнечной Системы У нас Сейчас Все Путают Конечно У нас Вот Сатана Считается Хозяин Земли Люцифер Тоже Хозяин Земли Люцифер Это Хозяин Солнечной Системы У нас Ведь Много Цивилизаций Живет Солнечной Системе Не Только Человеческое Мет Происхождение Но И Инопланетное Происхождение Тоже Тоже Живут Кроме Того Что Они Живут Еще Внутри Земли Там Много Завоевателей Которые Вторгались Которые Крестовые Походы Организовывали У нас На земле На землю Они Там Живут Некоторых Конечно Убрали Земли А некоторые Остались Те же Хобры В главе С Шивой У них Целая Страна И Кстати Горя Внутренняя Земля Там Площади Побольше Чем У нас На Поверхности Планеты Потому что Там Океаны Все Ну И Речки Они Все Имеют Достаточно Небольшую Площадь По сравнению С нашими Океанами Наши Океаны В принципе Они Бесполезны Они Возникли Во время Апокалипсиса Вот Но их Не успели Убрать Потому что У нас Постоянно Были Эти Походы В общем-то Большинство Океанов Уменьшили Глубину За счет Разрушенных Лун На Орбите Земли Которые В общем-то Смогли Используя Ихни Осколки Засыпать Эти Океаны Вот А Эта Вода Которая Внутри И На поверхности Земли В океанах Она Между собой Соединена Или Это Разные Как бы Как сосуды Я не знаю Емкости Нет Эти Океаны И Внутренние Океаны Там Не океаны Там В общем-то Озера Они соединены Между собой Ну вот смотрите У нас Балтийское море Оно практически Ну не соленое Там нет соли Ну вернее есть Но не такая соленая Вода Как допустим Черное море Или там Охотское море Они соленые Но они связаны Между собой Через мировой океан Но все Все моря Вся водная система Все реки Они все между собой Связаны Реки Тоже не соленые Хотя они Впадают в море Ну то же самое Волга Впадает Она же не соленая Вот И то же самое И здесь У нас Вход Вон даже не Землю Он наблюдается Со спутников Есть снимки Но их переиски Убирают Из интернета Но не переиски Возникает Кто-то Успевает Скачать А потом Показывают Из космоса Снимки Это в свое время НАСА Выложило Но она Со мной все время Чем-нибудь Выкладывает Без комментариев Поэтому В общем-то Связь есть Но Смешение Не происходит Там же За счет Этой ситуации Происходит Обмен Так сказать Ну то есть Соленость Там распространяется Она будет Долго Распространяться Пока Общая соленость Не выровняется Да На века У нас же Океаны Это ведь Недавно Возникли Точно так же Как и Мариат Вот Они все Имеют Соленый Состав И Потому что Там много Погибло Людей И Химический Состав Океанов И Мари Такой же Как Наша Кровь Но Тогда Животных Не так Было Много Потому что Животные Они появились Именно После Магических Войн Такой Обилии Животных Не нужно Были Инсекты То есть Насекомые Которые Управлялись Их Их Размножение И Количество И Функции Управлялось Все Это Тоже Жрецами Вот И А эти Те же Млекопитающие Те же Самые Присмыкающиеся Или Или Земноводные Но Они Были На уровне Разумных Все Но Как правило Это Вторженцы И Присмыкающиеся И Земноводные Но Превращенные Уже В эти Вот Виды Нам Кажется Что Не Может Быть Такого Превращаться Хотя В сказках Все Это Описано Если Б Я Не Видел Сам Этих Превращений Я Б Не Верил Ну Поскольку Я Это Видел Поэтому Я Я Не Знаю Как Это Делается Но Это Не Значит Что Этого Нет Владимир Алексеевич Можно Еще Задам Вопрос Про Австралию Там Они Живут Где-то По краешку Австралии И В Центр Этого Своего Материка Никого Не Пускают Что Там Происходит Что Там За Забор Они Построили И Зачем Видели Там В общем-то Находится Цивилизация Антов Это Остатки Византии У нас Византия Она Была И в Египте И в Турции И в Европе Это Все Было Византией Анта Они Захватили Вообще Весь Мир Вот Согласно Пуранам Было 500 Тысяч Видов Обезьян А Анты Это Люди Обезьяны И Прибыли Они Кстати Из Андромеды И У нас Человек Назвают Антроп Ну Говорят Что Мы От Обезьян Происошли Якобы Но Они Так Хотят А Вообще Помимо Австралии У нас Много У нас 47 Пустынь На Земле Вот Во всех Пустынях В центре Ну Практически Во всех В центре Находится Оазис Той Или Иной Цивилизации Само Пустыня Есть Преграда Для Любопытных Чтоб Они Туда Не могли Попасть Вот Ну И потом А видите Конечно Сейчас Техника Достигла Совершенства Можем На машине Проехать Вот Но Есть Такое Понятие Жбучие Пески Жбучие Пески Просто Машину Сосет И все Вместе С вами И Поминай Как Звали Поэтому Особенно Туда Не ездят Но Тоже Австралию Я еще Помню Когда В школе Учился Австралия Рисовалась Зелененькой А сейчас Если смотрите Атлас Географический Она Пустыня Стала Там Нет Пустыни Там Прекрасные Реки Прекрасные Леса Так Вот Живут Анты Знаете С нами Они Не могут Общаться Ну Потому Что Они Подписали Договор С Нашими Кураторами Или Захватчиками Лучше Сказать Что С нами Они не Общаются Потому Что Мы Ведь Ферма Для Выращивания Рабов Ну Не просто Рабов А Скотов Для Производства Для Добычи Из Нас Гаваха Гаваха Это Как раз Наша Отрицательная Энергия Которая В общем-то У них Идет На Производство Энергии Больших Количеств Потому Потому Один Человек Гаваха Идет Отработать Надо А Они Просто Отпускают Ну Значит Они Взяли на Себя Ответственность На Отработку Поэтому У них Гаваха Гораздо Больше А не Потому Что Страдать Будем Больше Чем Обычный Человек Ну Естественно Они Наиболее Ценный Материал Для Наших Захватчиков Так Хорошо Петяльно Это Все Конечно Как я Понял Функция Жреца Это Значит Как Минимум Уметь Дать Имя Провести Кличку Тризну А Какие Направления Деятельности Жрецов Я Вот Помню Значит Учить Должен Судить Там Еще Что То Вот Такие Вот Вещи Как Бы Основные Направления Что Может Жрец Для Себ Выбрать Ну У У него Три В основном Функции Учить Лечить Судить Вот У нас Видите Вот Ну В старину Это Даже Не так Давно Было Вот Судил Всегда Тот Который Знал Этого Человека Потому Что Кто Знает Тот Объективен А Не знающий Он Не Может Быть Объективным Он Не Знает Все Суть Вопроса Которая Привело К Данному Преступлению Ну И Подавите У нас Уголовный Кодекс Первоначальный Уголовный Кодекс Он Много Раз Менялся Редактировался Это Использование Вот Этих Божественных Углов Ну Углов Видов Много Но Прежде Все Божественных Там Чаровных Гармоничных Чудесных Вот Углов Ведь Очень Много Названий Но Они Реальные Работают Как Чудесные Как Гармоничные Как Там Способные Что-то Передать Изменять И так Далее Да Куда Использование Таких Углов Судили Людей Ну Понятно Прежде Все Жильцов Это Время У нас В основном Первоначально Состояли В основном Из Вреческого Сословия Но Жильцы Это Не только Сословия Но Это И Каста Но Поскольку У нас Каст Ну В каждом Человеке Каст Много У него И мать Там Могла Другую Совсем Касту Иметь А каст Определялась Как раз Рождением Числом Рождения Потому Что У нас Знаете Месяца Огонь Земля Воздух Вода Да Ну И вот Сосновенно Гряч Мать Могла Быть Огонь Отец Мог Быть Водой У нас Это Не Отслеживается Раньше Род Он Должен Быть В одной Шезнице Тогда Это Род Рождение В одной Шезнице А если Вы В разных Родах Понятно Что У вас Быть Много Каст И Огонь И Вода И Земля И Ну Все Что Угодно Тем Более У нас Ж2 Бога В Имени От Нас Ведь Не Зависит Что Сейчас Это Дет Там Допустим Магаще Год Магаще Она Земля Ну Вы Родились Если В Это Время Ну А Вы Может Родились В Месяц Огня А У Вас Еще И Земля То У 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 Месяц Вернее Перед Началом Революции У 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 Мы Стали Думать Что Крестиане Это Землядельцы Они Могли Разные Должности Занимать В Обществе Ну И Быть Крестьяна У 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 Семьсот Тридцатом Году Когда У 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 Шеста Христофер Он Христофера Крестос Толуч pior Христиан я Ну Мы О Хрестос Это Правильно Название Христа Как сейчас Мы Говорим Христа Нет В У У Ю У У У У У Крестос Назав У У У В свое время женился, как и Владимир, женился на принцессе Анне, принцессе Византии. У нас же обезьяна, где есть икона Вознесения Анны. И Мария Магдалина, она тоже была супругой Крестаса. И Крестаса у него вообще-то настоящими Орест была. А его Крестасом обозвали, что он женился на обезьяне, фактически. Это человек-обезьяна. Ну, и потом ведь у нас супруга Александра Невского, она разрешила браки с антами. С антами и с готами. Потому что мужского населения не было, но поэтому было такое принято решение разрешать, разрешить, скрещиваться с другими видами. Это другие виды. Анты – это другой вид. Готы – тоже другой вид. Готы – это люди-коты. У нас осталось стихотворение про кота в сапогах. Это правда. Такое было. Готы – ну, и считается, что готская ига была. Но ига не было. Мы с готами были союзниками. У нас придумали варярская ига, готская ига, и татаро-монгольская ига. Вот как раз тех иг, которых не было. У нас было гунновская ига, псеглавская ига была. У нас много игов было. Потому что все завоеватели, которые оттяпывали от земли кусочки, там устанавливали рабство. И у нас только в 1870 году было, вернее, в 1861 году отменено крепостное право. А крепостное право – это и есть другое название рабство. Его вроде как отменили, в реальности нет. Оно так и осталось. Рабство. Владимир Алексеевич, очень интересный ответ. Скажите, мы ведь в начале видеоролика упомянули, что в августе начнется набор в новый поток школы жрецов. Можно об этом подробнее, когда будет дата начала, сколько там примерно еще осталось мест. И, конечно, мы под роликом дадим все ссылки, где можно записаться, подать заявку на это мероприятие. И что требуется от человека, какое дать обещание или клятву, если он хочет стать жрецом? Ну, а для того, чтобы поступить в школу жрецов, необходимо дать обещание не применять толщинные знания против людей. Это обещание нужно не столько нам, сколько человеку самому. Потому что оно дает ему защиту. У нас вступает, как бы, под жесткий агрегат. Ну, или Григорь. Видимо, особенно-то и не рекламируем. Ну, на сайте там есть, если вы найдете, как вступить туда. Ну, прошу. А почему не рекламируем? Ну, потому что сил противодействия достаточно много. У нас, ну, правит эти Римская империя, которая захватила землю. Ну, естественно, от нее все идет. Жрецкие знания не запрещены. Ну, те, кто выходит с этим, у них постоянное и покушение, и уничтожение. Ну, я вот пока там выкарабкиваюсь из всех этих перипетий. Ну, это только до поры и до времени. Ну, а потом еще один момент есть. Сегодняшние парадигмы, они основные все иллюзорные. Наука, там, религии, бетафорные религии. Религия – это же соединение сознания прошлой жизни с этим сознанием в нашей жизни. Чтоб не прерывалось бессмертие души. Она уже постоянно прерывается от воплощения к воплощению. Ну, а когда вот отменили воплощение, то теперь правят Деволосы, то есть это жицы Римской империи, которые перевоплощение делают только для того, чтобы человек больше страна не набрал. Он должен отработать все, что он там делал. Потому что ввели карму, наша была карма, с дела получил. И не было никаких там ни тюрем, ни карм, да ничего не было. Получали сразу, и так причем тоже все автоматически делалось. Ну, оскорбил там кого-то, типа он получил на язык. Ну, в лучшем случае, ну, своровал, рука может отсохнуть. Убил, может ослепнуть. И такое происходит, это работает. Те одицы и таки установлены. Ну, а у нас ввели еще ящик Пандоры, наши завоеватели, который на все божественное наложил проклятие, капканы, замки. Так, чтобы человек, если у него что-то начинает получаться, чтобы это потом не получалось. То есть, его лишает возможности двигаться по стезе эволюции к богам и стать что-то самому богом. А у нас вообще вся культура третий православная, она была направлена на то, чтобы человек все время эволюционировал, все время приобретал новые свойства. А у нас все не прерывает эту эволюцию. Вот, вот, с рождения ребенка, с зачатия ребенка, вот он родился, он должен спать в позе эмбриона. То есть, как он был в траве матери, так же он должен протрать спать. Его пеленают. Пеленают, и он вырастает никакой, никаких творческих начала. Дом все тянет в рот. Он познает мир. А ему запрещают. У нас, вот, смотрите, дети же спят долго, когда только родились, да? А потом все меньше и меньше. Ну, и взрослые, они спят уже понемножку, ну, потому что эволюция вроде как закончилась. А некоторые вообще сон пропадает. Они мучаются, якобы бессонница, да нет. Не нужно просто спать. Но его заставляют спать. Он принимает всякие там вещества, которые вызывают, сон вызывает торможение. Ну, в общем-то, оглупляют его таким способом. А вообще, правильное состояние организма, это вообще не спать. Ну, а если вы не человек, нет никаких разрушительных процессов, нет никаких эволюционных процессов, а такое состояние приходит, он не спит. И достаточные энергии есть, конечно. Ну, сейчас эти люди, кто мало ест, у которых пропадает сон, то есть они остановили разрушительные процессы в организме? Да, кто у нас мало ест, они перестают спать. Потому что у них энергия. Они, во-первых, получают возможность получать энергию из эфира. Мы можем не только через пищу получать ее от энергии. Природить много видов энергии существует вокруг нас. Он все виды энергии может, но при определенных тренировок, получать. Там есть даже, там, теплодар, например, да. Когда мы можем брать тепло от любого предмета. Даже он будет холоднее нас, мы можем взять тепло. Вот, ну, таких возможностей много. Не только, там, тепло можно брать. Можно брать и с самого эфира, это огненная энергия. Эфир вообще огненный. У нас, ну, сейчас вот два вида существует, да, как бы основных эфира огненных. А там, в действительности, еще смешанные виды эфиров. Там огонь. Там первый вид огня. Здесь горячий эфир, а есть холодный эфир. Но тоже огненный. Вот. Ну, есть твердый эфир. Это вот. Есть водный эфир. Тоже. Из них тоже можно брать энергию. Ну, и вот смешанные эфиры. Смешанные эфиры, это когда огонь, допустим, и твердое вещество. Огонь и вода. Огонь и, допустим, холодный огонь. Ну, вот таких вот шесть еще. А вот перун, он стихия огня, да? А вот молния, она же тоже относится к перуну? То есть молния – это проявление стихии огня, или это какая-то что-то разновидность? Ну, это стихия огня, но это горячий огонь. Потому что, ну, когда молния попадает, она же испепеляет. Вот. Но если она идет по поверхности тела, там могут подтяки рисунки появиться на теле. Это когда вот эфир, вернее, когда Бог передает возможности свои данному человеку. Вот он награждает его каким-то божественным даром. У нас вот кто-то, кто достигает уровня Бога, у него сразу три признака. Это бессмертие, бездесущность и мущество. Три. И помимо этих трех есть четвертая функция, непосредственно которая присуща только данному Богу. А три – это общие функции всех Богов. Бессмертие, могущество и вездесущность. Ну, не могу не спросить, а функция Перуна, она какая? Функция Перуна у нас праведность. То есть он несет людям праведность. Ну, это казалось бы, ничего с такого божественного в ней нету, да? Ну, подумаешь, праведность, что такое? А в реальности у нас сила, когда праведный человек, он и думает, и говорит, и делает все одно. Эти все три вектора направлены в одну сторону. А когда он думает, говорит, и делает все по-разному, но они в разные стороны направлены. В результате – ноль. Силы нет. А вот именно праведность дает силу. Почему говорят, что сила в правде? Это старое выражение, это низкие на фильмы, оно пришло. Ну, потому что правда – это как раз направление всех электров в одну сторону по этому силам. Очень интересный ответ. Я, честно говоря, не знал об этом. О том, что у Перуна именно вот такая функция, что-то я подзабыл. Владимир Алексеевич, я когда спрашивал о следующем потоке Школы Жрецов, я услышал на сайте, что можно записаться, мы ссылки обязательно дадим. А какого числа, до какого числа можно записаться на этот новый поток? Желательно до первого числа это все сделать. Потому что там, когда все это в последний день, ну, там сбои возникают. Во-первых, кто-то там в спам попал, кто-то вообще не дошел. Ну, и так далее. Некоторые там берут, допустим, оплату делают по телефону, но деньги вообще теряются. Потому что это самая небезопасная форма оплаты. Ну, быстро платежут, но и быстрая потеря. Вот, поэтому мы стараемся, как бы, пораньше, что все это произошло, и не в один день. Потому что все равно с этими письмами работают люди. Вот, ну, и нагрузка. У них у самих тоже ошибки могут возникать из-за этого, из-за переработки. Все же должно быть правильно, все должно быть оформлено. Понятно. Значит, новый поток начинается 1 августа. Ну, то есть до 1 августа можно подать свои заявки. Да. То есть времени не так много, чтобы попасть в первый поток. Хорошо. Мы это тоже отметим в описании к видео, чтобы этот момент не упустить. А вот скажите, я знаю, что у вас есть книга о том, как воскресить человека, если он недавно умер. Ну, такие вещи. Это входит в то, что вот каждый жрец должен уметь? Или это уже является такой дополнительным мероприятием, которое не каждому по силам? Ну, одна же из функций жреца – это лечить. Хотя, ну, это как бы общее выражение – лечить. То есть у нас там и ценить, и лечить, и терапить, и... Ну, много названий этих, потому что у нас и болезни там названия много, да. Там недуг, например, да, хворь, ну их много. И с каждой работой по-своему, по-своему, по-своему причине. Вот. А вот эти вот лечить, да, ну, лечить, учить, вот эти вещи, конечно, уже должен уметь делать. Ну, понятно, что и оживление – это... Оно описано в 19-х веках книгах. Я же оттуда все взял. Ну, ничего такого сверхъестественного нет. Это просто другие представления смерти. У нас же в основном о смерти сейчас иллюзии. А они думают, что если человек пять минут побыл без сознания и без дыхания, то это он уже в труп. Нет. Труп, когда уже там процессы гниения пошли, вот тогда можно говорить, что да, он не жилец. Хотя еще не факт. Потому что у мертвых людей у них же сохраняются все функции. Те же акупунктурные точки работают. Но растут там ногти, волосы. У женщин там могут иллюстрации происходить, у мужчин полюции могут происходить. Да все описано в литературе. Современной причем литературе. Все это происходит. А самое интересное, что у мертвых, ну, мы говорим, что мертвые, они живые в реальности. Я вот, когда, значит, на оперативной хирургии, ну, там вскрывали труп, а я когда был студентом, вот и задели сердце, ну, там выпиливают ребра, вот и задели сердце, и весь труд сдрогный. Ну, как он живой? Берет остаточные рефлексы. Как черт, остаточные рефлексы. Он живой. И самое интересное, что именно у мертвого человека в пять раз быстрее восстанавливаются, затягиваются раны. С чего бы это? То есть у него идут процессы восстановления. Смерть это анабиоз, обычный анабиоз. Возьмите-то уже медведя, возьмите тех же самых млекопитающих, там, сусликов. Ну, все, кто впадает в спячку, вы уже у них признаки жизни не обнаружите. А они, когда благоприятные условия, они снова оживают. Ну, а потом у некоторых животных, там, например, голос, землеройка, да? Вообще смерти не обнаружено. Она вообще живет в вещи. Анабиоз, питающие. Вот. Истинная смесь, это когда тебя съели. Или когда ты, там, засыпан был, каким-то обвалом. То есть в катастрофу попал, утонул, там, счет еще. Попал не в ту среду. Или, там, в безвоздушную среду, например, в космосе. Ну, там, да, там смерть. Ну, и то еще в безвоздушной среде, там нету микробов. Значит, вполне возможно, что еще и оживить. Можно, тем более, у нас найдены космические корабли на Луне. как раз с людьми. Ну, говорят, что-то инопланетяне. Нет, это наши люди. И причем, это не наша цивилизация. Это цивилизация, которая была раньше нас. Я думаю, их можно оживить. Используя старые методики. Причем, эти методики, они вот в этих баригенах даже применяются. Есть у меня одна догадка, почему на людей, которые в литургическом сне, или так называемую мертвую, раны быстрее заживляются. Они же ничего не едят. Не травят себя. Вот и заживляется. Ну что, Владимир Ильич, надо если мы к логическому завершению эфир подводим, то я понял общую мысль так, что люди не знают, как правильно наносить рисунки на тело или там татуировки, или тату, как угодно. В общем, не знают, как на тело, когда, зачем, и где, и что рисовать. Поэтому только вредят себе этим. Следовательно, если не знаешь, лучше этого ничего не делать. А вторая мысль, что если хочется к этой информации как-то приобщиться, хоть что-то начать понимать в этой жизни, достаточно короткой, кстати, если не изучать вопросы долгожительства, то надо идти обучаться, пока есть такая возможность в школу жрецов. что я как ваш ученик и рекомендую делать. На этом, если вы не против, можно, я думаю, наш эфир на сегодня завершать. Давайте завершим. Всем до свидания и благодарю за внимание. до свидания. До свидания. Продолжение следует...